Мы продолжаем курс по мобильной фотографии. В предыдущем видео вы узнали, как апгрейдить камеру вашего телефона, выставить настройки и приготовиться к съемке. Это второй урок курса, и желательно уроки курса смотреть по порядку, чтобы эффективно использовать весь материал, всю информацию. А сегодня мы поговорим с вами про режимы съемки и о том, как грамотно их использовать, чтобы ваши кадры выглядели профессиональными, красивыми и притягивали внимание зрителей. Итак, с вами интерактивная фотошкола Art Photo Life, меня зовут Серджо, и поехали! При съемке фотографий можно выделить два основных режима. Это авторежим и ручной, который в телефонах еще часто называют профессиональным. В зависимости от модели телефона у вас могут присутствовать также дополнительные режимы, например, для портрета и макро. Но эти режимы также используют автоматические алгоритмы. И да, зачастую неплохо автоматический режим выполняет свою работу. Мы же сегодня поговорим о параметрах ручного режима и посмотрим, в чем различие режима авто и режима профи. Мы с вами коснемся только основных настроек, при помощи которых можно получить красивую креативную фотографию, используя, конечно же, ручной режим. Итак, выдержка. Выдержка измеряется в секундах и долях секунд. Как работает выдержка? Для того, чтобы камера телефона зафиксировала какое-то изображение, мы нажимаем кнопку затвора. При этом открываем маленькую дверцу и впускаем свет. Если мы эту дверцу будем держать открытой долго, то света в камеру попадет очень много. И фотография станет очень светлой, засвеченной. А если дверцу очень-очень быстро открыть и тут же закрыть, то света попадет очень мало. И фотография получится слишком темной. Получается, что выдержка должна быть именно такой, чтобы фотография была не светлой и не темной. Выдержка должна обеспечить такой уровень света, чтобы на фотографии отчетливо были видны и светлые, и темные области изображения. Автоматический режим, кстати, очень хорошо с этим справляется. Он грамотно определяет, на какое время нужно открыть дверцу, чтобы получить резкий качественный снимок. И, как правило, выдержка в автоматическом режиме очень короткая. 1,500, 1,250, 1,01 секунды. Но все ваши фотографии при этом будут абсолютно одинаковыми. Да, они будут резкими, но они будут достаточно банальными. Но если я в ручном режиме выдержку сделаю более длинную, чем мне предлагает автоматический режим, например, полсекунды, секунду, две или три, а после чего я, например, поймаю в кадр движущийся объект, например, автомобиль, нажму на кнопку затвора, и пока дверца, впускающая свет, открыта, я сопровожу этот автомобиль своей камерой. Дверца закроется, а в итоге я получу вот такой вот интересный эффект. И динамику на своей фотографии. Какие еще можно делать кадры с длинной выдержкой? Давайте сделаем теперь наоборот. Поставим выдержку немного побольше. 3-5 секунд. Ну, на самом деле универсального рецепта нет, и нужно длину выдержки подбирать, исходя из конкретных условий. Ну, например, от скорости движения объектов. Для следующего приема нам понадобится закрепить наш телефон на штатив. Подойдет самый любой, например, как у меня за 800 рублей с Алиэкспресс. Выбираем место, ставим телефон на штатив, ставим выдержку от 2 до 5, иногда понадобится 10-15 секунд, и получаем креативные фотографии. И лучше это делать в темноте, так как днем вы просто засветите кадр, и огней от автомобиля не будет. Но иногда длинная выдержка и в сумерках может засветить фотографию. И тут нам на помощь приходит настройка ISO, доступная в ручном режиме. И чем меньше значение ISO, тем меньше в камеру попадает света, даже несмотря на то, что дверца была открыта на довольно-таки длительное время. Что еще мы можем использовать в мобильной фотографии, чтобы получить снимки ничуть не хуже, чем кадры, снятые на фотокамеру? Вы можете размыть фон, когда снимаете портреты, и получить красивое боке, и в новых моделях телефонов уже давно появилась такая функция – портрет. И размывать фон лучше в том случае, когда на заднем плане что-то некрасивое, нехудожественное. И замылив задний фон, вы сможете получить интересный портрет с красивым градиентом на заднем плане, несмотря на то, что там может быть просто гора мусора или старый развалившийся сарай. Но не нужно быть ярым сектантом размытого фона и мылить каждый раз. Не забывайте, что резкий кадр вместе с красивой интересной композицией и использованием четких линий и геометрических фигур может сделать ваш портрет гармоничным, художественным и профессиональным. Ну а природные, городские пейзажи также будут смотреться очень классно резкими, и вы вполне можете использовать автоматический режим. Итак, ручной режим для длинной выдержки и креативных фотографий. И включайте фантазию, как движение предметов можно использовать в своем творчестве. А размытый фон в макро, портретах, ну и тот там, где это уместно. Подведем итог. Итак, в первом ролике мы с вами апгрейдили и настроили камеру телефона, а в этом научились грамотно пользоваться ручным и автоматическим режимом. А в следующих роликах мы будем учиться снимать, а именно поговорим о правилах композиции, построении кадра и точки съемки. Поэтому подпишись, чтобы не пропустить новый и полезный урок от студии Art Photo Life. Поддержи это видео своим лайком и это будет лучшей для меня наградой. А если ты впервые на моем канале, то переходи в мой инстаграм по ссылке под видео. И после подписки тебя ждет подарок. Пак из 20 пресетов Universal. Пресеты подходят для ПК и телефона. Остав спонсором канала, ты за символическую сумму всего полдоллара получишь доступ к дополнительным материалам, трансляциям и доступ ко всем моим более чем 500 пресетам. И заглядывай, конечно, в телеграм-канал, там тебя ждет теплая атмосфера, общение с единомышленниками, юмор, взаимное продвижение в инстаграме и много-много интересных и полезных вещей. А сегодня на этом все, желаю вам творческих высот, всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok